Моя первая работа, реально официальная, была в лет 13 в цирке. Не спрашивайте, почему цирк, я просто хотел зарабатывать деньги. Я пришел туда, спросил, слушайте, вам нужен работник? Они говорят, да. Я говорю, кем? Они говорят, в униформах. Я говорю, а что это такое? Они говорят, ну, помогать артистам, подметать. Я согласен. И там я сделал свой первый номер, это силовой жонгляш. Репетировал каждый день, технику изучил. Ну, тогда я понял, что все возможно. Просто любую цель ставь. Хочешь стать депутатом, ты им станешь. Хочешь построить здание, ты это сделаешь. Не знаешь, как. Я тоже не знал, как. Я просто в это верил. Я очень хотел попасть в Австралию. У меня друг однажды прислал по ICQ фотографию пляжа. Я такой смотрю, думаю, классно. И в конце института у нас была дипломная работа шесть месяцев. И я туда полетел, повернулся, заработал на стройке. Потом начал продавать строительные материалы. Включался заборы. Говорил, здрасте, вам крыша нужна? У меня все такие, да мальчик, иди отсюда. У меня был друг портной. И я купил катер, катался на водных лыжах. Мне понравился один жилет. Я портной на своем подхожу и говорю, слушай, а ты можешь шить вот наподобие, но вот со своими доработками. Он говорит, да, хорошо. И мы вот начали шить. Взяли, купили цех. У нас ребят занимались водомоторным спортом, они жилет начали тестировать. Мне хотелось добиться самого топового жилета. Чтобы к нему прийти, мы отшили их порядка 50-70 штук. В течение двух лет. Катали одну модель. Вторую, третью. Для гидроциклов, сапсерфинг, кайтсерфинг, бейкбординг, слалом каякинг, бурноводный, для лодок, для катеров, для рыбалки, для собак еще. И я такой подумал, блин, классно, если я всю Россию одену и закрою эту нишу, это будет большой бизнес. Но это было очень тяжело, потому что на тот момент существовали брендовые. И мне задавали вопросы, Андрей, а чем твои жилеты лучше, чем вот это? Я говорю, да, они пока на сегодняшний день не лучше, но я сделаю. Дизайнер и бухгалтер, и курьер. Все делал. Ну, только девчонки шили. И мне звонок от одной компании. Возьмите сотрудника. Ну, в общем, ко мне человек приехал. Я говорю, слушай, Олег, у нас 30 тысяч рублей. Вот тебе на месте зарплату есть. И все. Что будем делать? Он говорит, ну, продавать будем. Работал на трех работах, чтобы содержать чуейный бизнес. И вот четыре года назад все это двинул. Начал бить в одну сторону. Бизнес пошел в пандемию. У нас был такой клиент, который ехал с женой на гидроцикле. И на скорости 80 км в час вылетели они с гидроцикла. И с ним ничего не случилось. И этот жилет отработал. Это, наверное, выше всех наград. Посмотрел, как там живут. В Европе, в Бразилии. Все говорят, что, слушайте, там лучше. Нет. У нас прекрасно. Где родился, там пригодился. В моих жилетах. Ничего нового-то нету, по сути. Ты просто берешь две известные вещи, соединяешь уникальным образом и получаешь креатив. Самое сложное в этом бизнесе придумать, произвести, разрекламировать и продать. Это настолько длинные деньги, ты можешь сегодня произвести, а продать только через два года. Я всегда хотел стать не просто богатым, а чтобы я мог идти спокойно в магазин, покупать и не думать, хватит ли мне этот денег. И есть такая в мире штука, чтобы к тебе пришло, тебе надо много отдать. Естественно, все поддерживали. Родные верили. Чем лучше у вас амуниция, тем вы больше успехов достигаете. Настоящий спасательный жилет. У нас есть, конечно, сертификация, там четко прописано. Должен быть оранжевого цвета, все отражающие элементы, свисток, паховые ремни, подголовник. Ну и, соответственно, держать хорошо на воде. Если вы без сознания, спортивный жилет вас не перевернет лицом наверх. Человек имеет нулевую плавучесть, наши жилеты хорошо поддерживают. Все просто, это пена, ткань и стропы. У нас на каждой жилет своя пена. Вы занимаетесь вейкбордом, надо, чтобы антишоков был от ударов. Надо не опрен найти. Это целая наука. Занимаетесь яхтингом, вам надо, чтобы он был короткий, с карманчиком, удобно прилегающий. Вы занимаетесь кайтсерфингом, надо, чтобы трапеция одевалась, чтобы кубики сверху, а снизу ничего не было. Я на пять лет себе поставил задачи достроить производство, покрыть полностью потребности российского рынка. Наконец-то начать делать для спасателей хорошие костюмы и жилеты для пароходства. Удивительно. Мы просто от Санкт-Петербурга до самой крайней точки нашей страны, от Хабаровска, Владивостока, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан. Парочку ребят мне с Испании заказывали. Так как я патриот, я хочу, чтобы у нас здесь все это производилось. Каждый второй скоро будет в жилеты ходить. Я рекомендую вам пристреляться к своей цели, даже если займет у вас 10 лет. Второй совет. Чаще проговаривайте свои цели, задачи вслух, с друзьями. Кто-то, возможно, где-то вас поправит. И делайте максимально больше для людей, чтобы ваш бизнес нес доброту. И тогда вселенная к вам повернется удачей. КОНЕЦ